Приветствую вас! Ответ на ваш вопрос достаточно простой. Дело всё в том, что люди склонны судить по себе. Ну, вообще это, вообще говоря, это, надо сказать, единственная доступная для многих форма судения. Вот. Люди склонны судить по себе и, соответственно, когда они встречаются с какими-то моментами, когда они взаимодействуют с какими-то моментами, вот, то, в общем-то, люди, в первую очередь, придумают именно то, что они сами чувствуют. То есть, чтобы они сами подумали. Вот в этом, ну, вот в случае, если бы, поступили бы так же. Поэтому, по факту, можно вести речь о том, что человек просто отреагировал, то, что вы сами увидели, то есть назвав вас лицемерным, человек, по сути, расписался в том, что он, делая что-то для других людей, тоже является лицемерным. Вот. Вот по сути и все. Вот в этом, в этом основная, основная проблема, в этом основной, основной момент заключается. Так что, вопрос заключается в другом. А для чего вы делаете что-то хорошим людям? Зачем делать что-то хорошее людям? Потому что, если вы делаете что-то хорошее людям для себя, именно для тебя, то, наверное, в таком случае делать не стоит, что бы вы ни делали. Если вы действуете для них, то есть вы делаете для того, ну, для людей то, что делаете, то в таком случае вы можете делать что-то, но не очень понятно тогда ваша реакция. Вот. То есть, если, грубо говоря, вы хотите делать что-то хорошее для кого-либо, то я рекомендую вам не ждать какую-либо раз, вот. Если хотите что-то сделать, сделайте, но не стоит ждать от человека, что он вас как-то похвалит или что-то в этом роде. Вот. Если же у вас часто возникают такие ситуации, что вы все это делаете и для кого-то, и потом испытываете разочарование, то здесь я бы порекомендовал бы вам определить направленность ваших действий и что, пожалуй, самое главное, это объем этих самых действий. то есть, вот вы что-то делаете для, ну, для людей, к примеру, вот. Как вы сами к этому относитесь? То есть, хорошо ли вам что-то делать для людей? Приятно ли вам что-то делать для людей? А в каких случаях это доставляет вам, к примеру, наслаждение, когда вы что-то делаете для людей? То есть, вот это все нужно определить, это все нужно поиследовать. И желательно, все-таки, как вы говорите, вот, что-то хорошее, да, делать исключительно только в том случае, если, вот, вы уверены, что вам это дается, дается, ну, что вам это дается легко, что вам это по силам, что вы можете это, и, соответственно, чтобы вы были уверены, что ничего ждать вам не придется, вот. А мне представляется, так, вот, ну, мне представляется таким ответ на ваш вопрос. А другое дело, другое дело, если вы не умеете этого делать, или другое дело, если у вас есть, к примеру, какой-то мотив, что-то делать хорошее для других. Вот в таком случае, если у вас есть мотив, то его желательно раскрыть, потому что данный мотив по факту вам может только вредить. Поэтому будет лучше, если при выполнении каких-либо действий для людей, вот, вы красировали мотив только, вот, так сказать, чистый, чистый. То есть, чтобы это был именно, вот, чистый мотив. Мотив, не связанный с, с вами. Вот. Чтобы это был мотив именно, вот, только, направленный на человека. Ну, 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 на другого человека. Вот. Надеюсь, вы, а-а-а, мою мысль поняли. Вот. Если сами не отправляетесь, то выбирайте себе психолога на наши ресурсы, и, а-а-а, начинайте работать в этом направлении. Это вопрос построения личной границы. Я думаю, что вам в этом можно будет помочь. То есть, тут мне, мне не кажется, это чем-то, вот, таким, прям, сложным для работы. Если, если, конечно, если, конечно, если, конечно, если, конечно, а в этом нет каких-то, каких-то еще других, а-а-а, проблем, о которых вы сейчас, например, не говорите. Вот. То есть, если какие-то еще есть проблемы, то то есть, другая сторона. Вот. А-а-а, так. Я бы ответил на ваш вопрос. А-а-а, который вы задаете. Надеюсь, что это было полезно вам. А-а-а, если вам остались, а-а-а, дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. А-а-а, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше и тем самым нацените и поддержите мой труд. Вот. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и восстановления гармонии.